Если Бог за нас, кто против нас? Библейские стихи о безопасности. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Если Бог за нас, кто против нас? Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославляю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славу своею непорочными в радости». «Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих». «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». «Бог нам, прибежище и сила, скорый помощник в бедах». «Ты, покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». «Благ Господь, убежище в день скорби и знает надеющихся на Него». «Возложи на Господа заботы Твои, и Он поддержит Тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». «Перьями Своими осенит Тебя, и под крыльями Его будешь безопасен, щит и ограждение — истина Его». «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». «Твердого духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он». «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, чтобы сохранил их от зла». «Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй». «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». «Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». «Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби». «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять». «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя». «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах. Имя Ему — Господь, и радуйтесь пред лицом Его, отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом Своем жилище. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли». «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я — свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». «Устал?» «Здесь вдохновение для тебя из Божьего Источника». «Благословень человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». «Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Все у вас добудет с любовью». «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». «До даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». «Предай Господу дела Твои и предприятия Твои совершатся». «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». «Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои». «Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек». «Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Служите Господу, Богу Вашему, и Он благословит хлеб Твой и вино Твое и воду Твою, и отвращу от Вас болезни». Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься Ты и весь дом Твой». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. «Господь сам пойдет пред Тобою, сам будет с Тобою, не отступит от Тебя и не оставит Тебя, не бойся и не ужасайся». «Милость и истина, да не оставляют Тебя, обвяжи ими шею Твою, напиши их на скрижале сердца Твоего и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». «Будешь ли переходить через воды Я с Тобою, через реки ли Они не потопят Тебя, пойдешь ли через огонь Не обожжешься и пламя не опалит Тебя». «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». «А теперь прибывают сии три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь». «Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением и ни с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас». «И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». «Господи, ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное предопределение древней истины». «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорь, но мужайтесь, я победил мир». «Будьте мальчиком». «Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». «Слово твое светильник к ноге моей и свет стезе моей». «И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам». «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдо острого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Библейские стихи о мудрости. Главное мудрость, обрети мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Приобретение мудрости гораздо лучше золота и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. мудрость кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. мудрость 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 лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. придёт гордость, придёт и посрамление, но со смиренными мудрость, потому что кто нашёл мудрость, тот нашёл жизнь и получит благодать от Господа. мудрость, Страх Господень научает мудростью, и славе предшествует смирение. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнётся. разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не следим. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным. Главное мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Блажен человек, который снискал мудрость и человек, который приобрел разум. начало мудрости страх господень, доброе разумение у всех водящихся им, а благоволение к Богу начало разумения, глупцы только презирают мудрость и наставление. Начало мудрости страх Господень и познание святого разум. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность и надежда твоя не потеряна. я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. О, бездна богатства и премудрости и видения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится. начало мудрости страх господень, разум верный у всех исполняющих заповеди его, хвала ему пребудет вовек. слава из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. закон господа совершен, укрепляет душу, откровение господа верно умудряет простых. глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для его матери. В обилии правды великая сила, они честивые искоренятся из земли. неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело Царя». И это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы Его, велика премудрость Его. «Зачем унываешь ты, душа моя, уповай на Бога? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Я твой щит, награда твоя весьма велика. вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. укрепляйтесь всякую силою по могуществу славы его во всяком терпении и великодушии с радостью. Я Господь, Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою, говорю Тебе, не бойся, я помогаю Тебе. не бойся, ибо Я искупил Тебя, назвал Тебя по имени Твоему, Ты Мой. Вот Я повелеваю Тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с Тобою Господь, Бог Твой, везде, куда не пойдешь. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Не вам сражаться на сей раз. Выстаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Я, Я Сам Утешитель Ваш. Кто Ты, что боишься Человека, Который Умирает, и Сына Человеческого, Который Тоже, что Трава, и забываешь Господа, Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. С нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог Твой, Сам пойдет с Тобою, не отступит от Тебя и не оставит Тебя. «Если Бог за нас, кто против нас?» «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. «Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его». «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ, Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. ВЕСЁЛ